привет всем ребята мы сегодня решили прогуляться погода классная скоро гроза будет у нас тут какая-то ярмарка профессии около грина все пошлите вместе пойдем глянем посмотрим что у нас тут находится саша у нас устал еле плетет ноги вон он за меня прячется они ходили брестскую крепость только что ребят как слышно напишите кстати я вот знаете что он хотел сказать вот у нас допустим 100000 просмотров на каком-нибудь видосе ребята где лайки пару тысяч человек вы такие скупые на лайки капец давайте вы сейчас по лайкайте все кто смотрит смотрите у нас он там ферма какая-то для маленьких детей смотрите сердце ничего себе уже почти косарь смотрит нас арсений свалил слушайте арсений хитрый помните как мы квадрик мы ли он тоже свалил он и сейчас свалил офигеть смотрите вот профессия фермер да тут поняшек таких вывезли прикольных мама оператор покажи тут у нас все в движении поэтому вот будем смотрите это профессия фермер данер на рекламируют смотрите вон чуть-чуть у него на спине выбрита чуть-чуть ослик это у нас ослик чуть-чуть выбрали на спине но чуть-чуть подстригли смотри вот ребята фермеры кормят софия ты хочешь покататься хочешь покататься на чуть-чуть вон там пони у нас мы и потом а там с другой стороны чуть-чуть сердечко выбрита привет чуть-чуть пишут ребята кто будет ругаться в прямом эфире просто будем удалять и не сможете видоса смотреть поэтому да возможно мы сейчас встретим там подписчиков будем общаться смотрите мне вот непонятно у нас тут желе м грант она вся в краске видите я не понимаю что это наверно закидывали а потом арку фиговую краской просто потому что реально это такая а коляску надо забрать санек заберешь коляску заберет видите я не знаю для чего и разукрасили краской софия смотри какой грязный автомобиль видишь грязными о ребят я вижу нашего арсения вон в центре я взял специальный микрофон потому что музыка орет вы просто нас не услышите всех арсений тут у нас дети спортивная гимнастика тоже одна из профессий о санек наш коляску подхватил потому что я одной рукой софийку виду громко очень говорю ты чё такой уставший было экскурсии в брестской крепости до шагали много очень такие меня тянет дальше пошлите дальше вот наш вот он наша пропажа скажи всем привет и вон там ребята все помаши рассказывай что увидел на велике уже наверно все объехал не ну пошлите дальше посмотрим что у нас дальше велик не забудь арсений дико скажи привет всем помаши ручкой она застесняли мы нашу софийку софийка на меня тянет просто на разрыв он там у нас ребята каратисты разминаются музыка музыка заглушает все по дальше у нас пчеловоды смотрите мед продают и все что там для пчеловодства надо мини пасека прямо прикольно показано как мед делается как вставляются соты вулей и как она это наверно аппарат где мед потом выплавляется так ну что пошлите дальше это наша игровая площадка для наша софийка очень любит играть санек ты любишь софийкой бегать в этой площадке не а приходится потому что когда софийка бегает за ней надо смотреть что давайте мы площадку пройдем быстренько глянем что у нас там дальше арсений опять походу смылся либо нашел что-то интересное саня а вы что смотрели в крепости пока мы пройдем рассказывать мусей бересте да раскопки там старого бреста да там где поселит где поселение бреста было изначально нашли первое это которая самая древняя кстати ребята нашему бресту в этом году тысяча лет вот саша был на этом поселении где его как бы первое нашли первое упоминание так что в этом году в июле ну или в сентябре еще не знаю куда перенесли будем отмечать тысячелетия обещаю что прямой эфир у нас будет арсений что там там скорее всего профессия мчс пошлите глянем давайте быстренько пройдем этот промежуток кстати сейчас вот у нас тут такие фонтаны ребята их обычно включают когда температура сейчас увидите плюс 20 и выше если все такие вот детишки начиная с офикиного возраста могут а вон там один экземпляр уже стоит пошлите посмотрим купаться грубо говоря а потом мама спрашивает это где был в грязь ходил называется вот нас этот green магазин не будем его сильно рекламировать мы туда тоже любим ходить о фонтан арсений все на велике через фонтан слабо папа сам подбивает о смотрите ребята подписчик привет как зовут а никита ребята никит мы в прямом эфире вон там все наши подписчики так что видите никитос наш подписчик видите встретили подписчика идем дальше посмотрим арсений сдрейфил он у него редкая особенность пропадать софийка тебе бегать нельзя сегодня прямой эфир я веду да пошлите дальше глянем что там мчс они разрешают прям в машину сесть и посидеть а вон арсений ну-ка давайте по мелкому фонтану арсений проедешь по фонтану а не хочет забоялся пока пока он маленький давай давай арсений смотрят народ раз два три а а ребята он хитрый он умудрился проехать и ничего не вымочить молодец арсений ну что у нас здесь машин смотрите вот наша машина мчс я не знаю у наверно все так это подарок арсению на день рождения который вот этот арсений когда этот велосипед тебе подарили мы купили на два дня раньше да ну что у нас тут показала ребятам вообще нашу машину мчс вот белорусскую кто не из беларуси вот видите профессия сотрудник мчс это у нас тут инструменты которыми в случае чего сотрудники мчс пользуются там в лесу даже если человека из машины надо достать это вот пневмоножницы это у нас болгарка такая здоровенная бензопила можно желающим залезть в кабину машины мчс подержаться за руль но я думаю дядьку такого большого как я не пустят мне ой такой вопрос задали я ребят 82 года рождения то есть 37 не будет в июне старый уже молодой чё еще там подписчики пишут вообще вы слышали про лайки ну-ка под этим видосиком лайкусики лайкусики никитос там вон стороне ходит никитос не стесняйся можешь с нами ходить мы тут обходим смотрим ну и все принципе мы просто пришли видите уже наверно под конец до салон связи лайк брошу тоже лайк до заслуживает наверное кстати скоро миллион мы еще даже не знаем как отвечать будем этот миллион еще даже не придумали софийка ты куда в очередь стала не сотрудник мчс это не для тебя профессия да она у нас блогерша кстати вот ребята у меня такой вопрос да смотрите мы прошли вообще было тут намного больше всех по ярмарке профессия кем вы хотите быть когда вырастите напиши напишите в комментах вот интересно будет послушать посмотреть пошлите зайдем еще в грин может быть там что-то происходит интересно арсений а тебе велосипед придется ставить мы решили зайти в грин глян полиция милиция вау блогером блогером респект вау я тоже ребята хотел пойти в спецназ только я когда был 18 лет я был по не поверите дохлый мне сказали вам надо веса набрать килограмм 5 чтобы вас могли взять спецназ на этом все и закончилось ну было о футболисты тоже нормально только там травмы постоянные поэтому заходим в грин арсений тебе надо куда-то деть велосипед что что делать ну что саня вот вы скажи в чем прикол грин а что там у нас связь может пропасть до болин хочу у нас там просто металлическая крыша и все эти торговые центры там очень плохая связь ладно мы как-нибудь может быть просто хотя у нас во всех видосах да мы часто очень таримся в грине и видос поэтому снимаем ребята кто футболист смотрите кто я ой арсений у нас футболист тоже любит футбол да когда последний раз футбол играл арсений расскажи ребятам сегодня уже успел он не человек и мир у них такой предмет с утра его заставил рассказать потому что прошлый урок не подготовился потому что тоже футбол играл вот доктором мне доктором респект вообще классно хорошая профессия доктор саняты кем хочешь быть блогером забыл у него это уже по профессия понимаете поэтому ну что у нас подписчики до и дети сюда пацаны тоже подписчики как зовут макс а тебя макс и серый здоров макс и серый мы в прямом эфире сейчас на ю тубе так что себя будете там наблюдать видите ребята или реально если мы сейчас стоим здесь еще полчаса а мы тут обрастем как будто такая вот профессия блогер все мы тут тоже на выставку пришли так что ребята подтягивайтесь про профессия блогер прямо на входе около грина кто видит подлетайте кто в прямом эфире ну что куда пойдем да наверно уже да пора заканчивать потому что скоро мы отсюда не уйдем если еще останемся минут на 10 стопудово ребят мы вот так спонтанно выходим в прямые эфиры поэтому ну не обижайтесь у нас нету просто возможности там мы через час будем в прямом эфире потому что мы вот саша только приехал мы бегом пока мы дошли а саша еще и полз горит за меня ноги болят я вообще не хочу ни в прямой эфир никуда да было такое не ладно сегодня заканчиваем ждите наши прямые эфиры новые видосы новый наверное в понедельник будет но обещать не буду посмотрим погода хорошая может отдыхать будем всем пока ребята вон подписчикам тоже всем остальным подписчикам кто не рядом с нами привет от всех все пока пока